итак доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее утро и мы продолжаем изучать медилат эстер свиток эстер мы продолжаем изучать тору это тора тора это божественное учение божественный свет который освещает жизненный путь и дает понимание как работает мир в котором мы живем как работает мир в котором мы живем и вот мы изучаем тору чтобы понять как он работает и как в нем себя вести чтобы быть в гармонии с божественным промыслом да так промысел замыслом с божественным проведением то есть всевышний создатель мироздания он сделал некую систему в нее поставил человека и вся вот эта система она двигается 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 и тот кто понимает как она работает ему естественно в ней больше шансов пройти свой жизненный путь радостно весело и счастливо сегодня вот вся духовная сила от этого урока идет на то чтобы усилить усилить если очень хороший один человек его зовут свигирш бен волька он как раз как мордыхай наших дней можно так сказать это был он был и есть очень влиятельный адвокат он адвокат да юрист и он был в при прошлой украинской власти он был вице-президент парламентской ассамблеи европы то есть он поднимался на самую такую европейский парламент вот а потом власть поменялась и на него начались гонения гонения такие знаете вот мудрецы говорили не приближайся к властям потому что пока месть ты им нужен они они с тобой как только не нужен они против тебя сейчас против него как раз один такой аман восстал именно это личная неприязнь и и вот у него сегодня очень важный суд и пускай бог поможет ему заслугу нашего урока чтобы он в этом суде выиграл и как аман задумал плохо на мардыхая и на него потом на амана это все обрушилась также чтобы на врагов свигирш бен волька которые хотят ему зла чтобы на них их же зло и обрушилась хорошо значит а мы продолжаем изучать девятая глава мы уже приблизились к концу нам осталось половина девятой главы и 10 глава она очень коротенькая значит мы изучим полностью всю историю так значит девятая глава мы дошли до того что спрашивает царь цари спрашивает эстер у царицы эстер он спрашивает ну говорит он ей значит он не говорит 12 отрывок мы в тот раз уже учили повторим и сказал царь эстер царицев шушана бера дело было в шушане город шушан значит сузы сузы видите ше на сэ всегда меняется шушан это сузы древний город сузы сказал он ей значит в сузах столицы убили евреи иудим убили значит 500 человек и еще 10 сыновей амана они повесили что говорит он ей творится в других странах и какая твоя просьба чтобы я тебе дал то что ты просишь от меня я все сделаю так сказал царь царь ахаш верош сказал эстер значит что говорит эстер и сказала эстер если царю хорошо пусть он даст приказ и завтра что евреи которые в шушане могут делать то что делают сегодня и чтобы 10 сыновей амана еще раз наговорит повесили значит непонятно зачем она это говорит почему какая разница то есть еще кто первый раз нами расскажу предысторию в 2400 лет назад в государстве империя это была империя которая состояла на месте вот ирана ирака и было 127 еще стран входящих в эту империю был царем ахаш верошь артак серкс или ксеркс ученые сейчас сколебляться кто это был но это был один из этих артак серксов или ксерксов значит у него была у него был советник главный советник премьер-министр был оман амалититянин который ненавидел евреев это был анти еврей так куда есть евреи это те кто служат богу анти евреи это те кто ненавидят бога и евреев как следствие значит этот аман амалититянин он но поднялся совету от царя давая разные советы например первым был очень удачный совет убить жену он посоветовал царю убить жену ваште за то что она не пришла по зову царя царь позвал ее на пир она не пришла и этот ахаш верошь спрашивает у советников ну что друзья посоветуете а аман этот говорит повесьте ее чтобы другим неповадно было это был его первый совет второй совет его был царю когда царь загрустил после повешения эстер второй его совет был а теперь давайте хватать молодых девушек со всего государства со 127 стран и устроим конкурс красоты каждую ночь чтобы каждая девушка она заходила к царю и та которая ему понравится значит на то он и женится такое по современным языком да для современных феминисток это было страхи вообще страшный совет как это можно так хватать девушек на улице без спроса и дальше это девушек их насиловали реально насиловал этот ахаш верошь а потом мало этого потом они садились в гарем и уже до конца жизни не могли выйти из этого гарема потому что уже с тем был царь уже значит простые люди пользоваться не могут то есть по современным меркам это не какой-нибудь вайнштейн да харви вайнштейн это вообще просто серийный насильник этот был ахаш верошь царь серийный насильник и убийца потом мы значит царь за эти советы возвысил амана и этот аман стал премьер-министром и царь приказал чтобы все ему кланялись а мордыхай ему не хотел кланяться потому что у него на был идолы у него были на костюмчиках он сам себя считал идолом он говорил но какое круто круче меня нет и мордыхай ему не кланялся и этот аман когда узнал что мордыхай иуди он еврей он сказал что я всех евреев уничтожил потому что мне как мне такому великому просто одного мордыха убить это непочетно вот я весь еврейский народ уничтожил и он написал письма он сказал царю есть один народ давай его уничтожим написал письма во все 127 стран что 13 числа месяца адар можно убивать евреев и значит потом он хотел убить мордыхая но в этот момент всевышний повернул всю ситуацию и для царя старик царица эстер открыла для царя что делал этот аман и царь приказал повесить амана на том же на том же дереве на котором он хотел повесить мордыхая а так как царский указ нельзя было отменить то царь и сказал значит ну я не могу отменить он разослал письмо от моего имени но это именно его было письмо с моей печати что евреев убивать 13 адара я отменить приказ не могу делайте что хотите и мордыхай и эстер написали другие письма что евреи могут 13 числа месяца адар защищать себя и убивать своих врагов и отослали похожие письма на 13 число и вот 13 числа собрались с оружием в руках те убийцы которые хотели убить евреев в этот день и у евреев тоже оружие чтобы они могли защищать и 13 числа в городе в центральной столице 500 человек было убито врагов евреев и повешены 10 сыновей амана которая была в них зашифрованы год когда были повешены на нюрнбергском процессе 10 главных нацистских преступников их повесили как раз один из них кричал это пурим 1947 года это вчера рассказывал теперь значит мы видим отсюда как зло возвращается прям возвращается на того кто его задумал теперь дальше спрашивает царь что еще ты хочешь и тут друг эстер говорит хочу чтобы и завтра в столице дали разрешение евреям убивать непонятно теперь что здесь интересно значит я увидел один комментарий хороший что давайте я прочитаю дальше потом скажу и сказал царь сделать так и дали приказ в шушане чтобы повесили 10 сыновей амана чтобы они повесили продолжали висеть и разрешил он евреев также в шушане собрались евреи в шушане 14 числа месяца адар и убили в шушане еще 300 человек но в их беза в их имущество они не трогали их не грабили то есть это была самозащита для того чтобы убийц убить теперь интересная вещь дальше сейчас мы узнаем спрашивает зачем она это сделала значит интересно что когда человек поднимается на уровень пророчества да аистер была пророком урдхай был пророком когда человек когда человек поднимается на уровень близости с богом то ему приходят очень правильные мысли то есть у него интеллект начинает работать абсолютно на другом уровне чем у человека который замыленный и там пытается разобраться как работает вот именно детально мир то есть человек который понимает что у мира есть творец создатель и он идет своим намерением постигнуть создателя да как говорил царь салмон на всех своих путях познавай бога вы у я шара архатеха и он выпрямит все твои дорожки то есть когда человек он старается постигнуть волю всевышнего и присоединиться к богу то в этот момент в этот момент бог ему дает понимание и во всех своих мелких детальных делах ему приходят очень правильные мысли в соответствии с божественным разумом он как бы присоединяется к высшему разуму человек который стремится к богу так почему эстер попросила и 14 числа разрешить убивать врагов потому что до этого вся эта история в глазах министров всех 127 стран она казалась история борьба между аманом амалититянином и мордыхаем евреем есть мордыха и иудии евреи есть аман амалититянин и вот у них был конфликт и это все рассматривалось в этой плоскости теперь эстер сказала царю выйди и скажи что это твой приказ это не то что послал аман письма с твоей печатью это не то что мордыха и послал письма с твоей печатью выйди и скажи что ты конкретно как царь даешь приказ разрешения евреям защищать свою жизнь убивать своих врагов в этом был ее как бы смысл что она попросила второй день именно в шушане разрешить это делать значит и в и 13 числа значит 16 отрывок и остальные евреи которые были в остальных 127 странах царя собрались и они значит стояли за свою жизнь и они значит победили своих врагов и убили своих ненавистников сколько всего они убили в 127 странах 75 тысяч человек и в их значит в их имущество грабеж они ложь алхует ядам то есть они не дотронулись ни до какого их имущества значит эта цифра 75 тысяч человек они убили в 127 странах она кажется большой и удивительной такая 75 тысяч в один день они убили в 127 странах но мне стало интересно и я посмотрел статистику сколько людей в мире убивают в году вот каждый год сколько в мире происходит умышленных убийств когда один человек задумал и убил другого вот подумайте на секундочку напишите цифру сколько в мире в год есть умышленных убийств по оценкам оон кстати каждый урок потом есть расшифровка урока я эту статью он статистику про умышленные убийства я приложу к этому уроку к видео на ваикра ваикра дот ком есть все мои уроки в записи с расшифровками и так далее с переводами глав значит я приложу эту статью тоже туда же вот какую цифру как вы думаете сколько в год происходит умышленных убийств в мире оказалось что в 2017 году по статистике оон в мире было четыреста шестьдесят семь тысяч умышленных убийств за один год это это именно злоумышленники да которые убили не случайно убийства до 467 тысяч за 2017 год умышленных убийств теперь когда мы смотрим на то сколько людей в мире убивают друг друга 467 тысяч каждый год 467 тысяч каждый год цифра 75 тысяч в огромной империи она не кажется странной теперь кажется ли она жестокой 75 тысяч опять же если мы посмотрим на 467 тысяч умышленных убийц и спросим любого из вас вот у вас есть возможность остановить убийство невинного человека но для того чтобы остановить убийство невинного человека надо убить убийцу у каждого на этот вопрос будет свой ответ и возможно возможно когда вы услышите какие-то знаете когда убивают особенно невинных людей слабых несчастных и так далее то я думаю что у многих у многих это сложный вопрос но вот представьте 467 тысяч убийств и 467 тысяч невинных жертв и у вас есть возможность спасти невинного но ценой жизни убийцы вот как вы поступите в этой ситуации хотят убить невинного человека ребенка женщину бабушку какую-то за бабушку за квартиру есть бабушка она старая пенсионерка детей нету и вот приходит такой вот участковый в сговоре с с этим самым сговоре с дворником берут эту старушку говорят бабушка поехали в лес за пирожками привозят ее в лес и убивают и у вас есть возможность эту бабушку спасти убив этих двух убийц как вы поступите это очень вопрос непростой но в мире происходит в год почти полмиллиона умышленных убийств невинных людей вот и думаете когда в праздник пурим праздник пурим в этот день праздником это стало потом когда убийцы которые шли убивать и их убили те жертвы кого они шли убивать это было я считаю это было очень такое правильное событие и 75 тысяч убийц было убито в этот день во всех 127 странах это не так и много значит 13 числа месяца адар и это все происходило 13 числа месяца адар вся эта битва война происходила 13 числа месяца адар и отдыхали они 14 числа месяца адар и сделали этот день 14 число после того как были убийцы убиты и зло было наказано 14 числа сделали этот день праздником и сделали этот день пиром и радостью и евреи которые были в шушане в столице в сузах они собирались 13 они воевали и 14 они воевали и поэтому они отдыхали 15 то есть два дня была война и 15 они отдыхали поэтому в городах значит у них радость была 15 числа поэтому пурим празднуется пурим празднуется в городах открытых 14 числа праздник 13 воевали 14 праздновали и в городах которые были в окружены стеной во время еушуа бенуна то есть во время когда была дарова натора евреи заходили в землю израиля значит те города которые были обнесены стеной иерусалим конкретно был уже в то время обнесен стеной мы празднуем 15 числа месяца адар празднуем пурим и значит дальше поэтому поэтому написано в 9 главе отрывок 19 поэтому евреи которые были в городах открытых и они делают праздник 14 числа месяца адар и они радуются и делают пир и делают праздник и они посылают мешло ахманод и шли рел они посылают послаютisses мать это посылает еду человек ближнему своему то есть в этот день в пурим есть тридевим главных заповеди три главных заповедь четыре четыре главных заповедей первая заповедь это читать свиток esther вечером и утром вторая заповедь это Это посылать еду, два блюда, которые можно сразу съесть своему ближнему, своим друзьям. И третье, третье, это давать деньги бедным. Людям обездоленным, бедным обязательно нужно дать цдаку, милостыню обязательно нужно дать, чтобы они тоже могли радоваться. Нельзя радоваться, когда рядом кто-то, кому-то плохо. Поэтому, значит, дают цдаку. И четвертая заповедь, это пир, пир-праздник, и на этом пиру пьют больше, чем обычно, для того, чтобы постигнуть величие Всевышнего и соединиться, убрать вот эти вот все расхождения, когда кажется, что мир детальный, что мир неуправляемый. Это как раз четыре заповеди, которые есть с пулем. Значит, Ваихтоф и написал Мордыхай эти события, и послал он письма всем евреям, которые во всех странах царях Ашвероша и ближние страны Идалёте, 127 стран, которые входили в ту империю. И он приказал, 21 отрывок, он приказал им, чтобы они делали день 14-го Адара и день 15-го Адара каждый год. Он им сказал, каждый год вспоминайте об этих событиях, каждый год изучайте свиток Эстер, и каждый год 14-го Адара и 15-го Адара празднуйте, вспоминайте. Как дни, в которых успокоились Айудим от своих врагов, спаслись евреи от своих врагов, и этот месяц, который перевернул им из грусти в радость, из скорби в праздник. И нужно делать эти дни, в эти дни каждый год нужно делать пир, радость и посылать еду ближнему, своим ближним друзьям и мотонодлилиними. Обязательно нужно дать подарки бедным, это обязательно нужно дать, чтобы двум как минимум бедным нужно дать обязательно деньги, чтобы они могли покушать. То есть сумма, которую нужно давать, это чтобы он мог покушать и тоже порадоваться. Я помню, когда я приехал в Израиль и учился здесь в Ешиве, то я как раз был, я жил в таком районе очень-очень религиозном, ортодоксально-религиозном. Я тогда учился в Ешиве и я получал в месяц там стипендия 300 долларов. И мы вот просто нечего кушать в доме было. И на Пурим как раз собирались со всех, со всех, у кого были деньги, в каждом районе собирали деньги и разделяли эти деньги среди тех, у кого не было денег. И я был там один или два года, пока я сидел целый день и учил Тору, я был в разряде тех, кому надо помогать. И я получал как раз эти деньги. И на Пурим это была огромная для меня на то время сумма. И она очень действительно радовала. Она очень радовала. Хорошо. И значит, и приняли евреи, значит, делать это, как написал Мурдыхай им. То есть Мурдыхай был один из великих мудрецов глав поколения того поколения. И он написал, написал им эти во все страны письма. Он был премьер-министр. И евреиские общины всего мира приняли так делать. Это было 2400 лет назад. Потому что, 24 отрывок, потому что Аман, сын Амдаты Аагади, Аагади, это он был амалетитянин, он был ненавистник всех евреев. И он задумал на евреев их уничтожить. И он сбрасывал, когда он назначал день, когда это 13 Адара, он бросал жеребий. И значит, для того, чтобы их уничтожить, для того, чтобы их уничтожить. Значит, и когда пришло это все перед царем, здесь говорят мудрецы, что перед царем, это имеется ввиду царем царей, перед Богом, то он сделал так, чтобы вернулась на него его замысел плохой. И то, что он задумал сделать на евреев, все это попало ему на голову. И повесили его, его сыновей на дереве. То есть, зло, здесь мы опять видим закон, как работает мир. Мир работает очень все просто. Каждый человек, он производит какую-то энергию психическую, духовную. Если он производит зло, то это же зло потом на него же и возвращается. Если он производит добро, то это добро на него возвращается. То есть, все в жизни возвращается. И те, кто задумывают зло, получают потом зло. Алькен, 26 отрывок, 26 отрывок. Поэтому называются эти дни Пурим. Пурим это от слова пур, от слова жеребий. Значит, праздник, название праздника называется жеребий. И об этом все слова вот этого свитка. То есть, этот весь свиток рассказывает, как была вся эта история. Ума Рау, Алькаха и что видели те, которые участвовали во всей этой истории. Ума, идея, АЛМ и что пришло на них. То есть, мы изучаем каждый год Медилат, Эстер, Свиток, Эстер для того, чтобы понять, как работает мир. Понять закон воздаяния, понять закон того, как возвращается зло на того, кто его задумал. 27 отрывок. Тейму в Этиблу, значит, установили и приняли, Айудим, все евреи на них и на их потомство и на всех, кто неловим. Те, кто следуют за ними, те, кто следуют за ними, в Илло и Авор льет, значит, и никогда это не закончится. Делать эти два дня и как они написаны и в те времена, когда они установлены, быколь шана-вышана, каждый год и год. То есть, это представьте, 2400 лет назад. Было так записано в свитке. 28 отрывок. И эти дни будут запомнены и будут делаться, быколь дор-вадор, в каждом поколении и поколении, в каждой семье и семье, в каждой стране и стране, в каждом городе и городе. И дни Пурима эти, лоя врум митоха иудим. Они никогда не уйдут от евреев в изихрам лоя суф мезорам. И память о них никогда не уйдет от их потомства. Отсюда мы видим, что это написано в пророчестве, потому что откуда в то время, в тот год, когда написали это письмо, знали, что это никогда не уйдет. Это именно было пророчество и вся Медилат Эстер написана Беруаха Кодыш Святым Духом. И написала Эстера Малка, и написала царица Эстер, дочка Авихаэля, папа ее звали Авихаэль, и Мордыха и Иуди, все как надо делать в этом свитке. Пуримском второй раз. И повторять, и повторять каждый год. Но интересно, что вся эта история, она повторяется каждый год. Тут очень интересно, вот сейчас прямо идет суд, вот в данный момент идет суд Свигирш Бен Волька, и его возненавидел какой-то современный Аман. И он против него качает, качает и качает, и он защищается и защищается, защищает себя, есть еще другие люди в этой истории, чтобы Бог сегодня как раз сделал вот то, что называется Венаафох, и перевернул всю эту ситуацию, и то зло, которое задумали его в роде, сделать для него, чтобы оно на них и упало. Как мы часто видим, когда правители какие-то злодеи, то потом, их же потом, как Саддам Хусейна, вешают их потом. Значит, последняя у нас осталось два отрывка. Значит, она написала, чтобы второй раз, да, и послала эти письма во все еврейские общины, всем евреям, в 127 стран царства Ахашвироша, и называется это все, вот интересно, если таким заголовком, называется это все Диврей Шалом Веймед. Это все слова мира и истины. Ликаем для того, чтобы соблюдали дни Пурима эти в их времена, как установил на них Мордыхай Иуди, как установил Мордыхай Иуди, и Эстер, царица, и как они приняли на себя и на свое потомство слова постов и криков и молитв к Всевышнему. Интересно, что, интересно, что 13-го, вот в тот день, когда была война, 13-го Адара, этот день называется пост-эстер, то есть в этот день не едят и не пьют, а молятся, просят Бога о своих каких-то сложных ситуациях, у каждого есть какие-то сложные ситуации, просят Бога в Энафок, чтобы ты перевернул, чтобы из самого низа я опять поднялся наверх. Особенно вот те, кто сидят в тюрьмах, не дай Бог, и так далее. То есть вот откуда мы знаем, Мордыхая хотели убить, Йософ сидел в тюрьме 12 лет. Очень часто, очень часто мы видим, когда из самого низа Всевышний поднимает наверх. И 13-го числа месяца Адара, это пост-эстер, когда постятся, молятся, кричат Всевышнему о своих каких-то проблемах, а 14-го празднуют, 14-го и 15-го празднуют, и последний отрывок 9-й главы «Умамар эстер тием диврея пурима эле венихтав басефер». И слова эстер установить слова пурима эти и записать в книгу. Я сейчас расскажу, хотя чуть-чуть мы затянули сегодня, но я расскажу одну историю, которая меня очень сильно, очень сильно она вдохновила. Значит, в пурим написано «Коля пошатят нотнимло». «Каждый, кто просит, протягивают руку, ему дают». Значит, дают бедным то, что они просят, им нечего кушать, дают ближним радость и так далее. И в этот день говорят, что в этот день пурима молитвы каждый, кто просит у Всевышнего, дают ему. То есть, этот день предназначен для молитвы очень сильно. Я лично наблюдал такую историю своими глазами. Значит, был один из раввинов в городе Киеве, это известная история, не только я ее знаю, у него после свадьбы или 10 лет, или 14, у тебя единственное, я не помню, но больше 10 лет точно, не было детей. И врачи, молитвы, ничего не помогало, нет детей, и все. И вот в пурим, значит, в пурим устраивают пир, все выпивают. Нужно выпить больше, чем ты пьешь обычно, чтобы перестать различать между благословен Мордыхай и проклят Аман. И в этот момент, когда ты уже не можешь определить, где благословлен, где проклят Аман, Мордыхай, когда все сливается в одно, что все от Всевышнего, вот как раз в таком состоянии заходит вот этот вот раввин, у которого нет детей, и второй раввин, у которого 9 детей, и который вот вообще праведник, праведник, такой прямо вообще. И они заходят вдвоем, радостные, счастливые, и вот тут тот раввин, у которого 9 детей, он говорит, вы знаете, говорит, у меня есть одна, у меня, говорит, я Всевышнему за все благодарен. А он именно праведник, у него очень бедная жизнь, у него очень тяжелая жизнь, но он вот потому он и праведник, что он видит только добро. И он говорит, я Всевышнему за все благодарен, но я не могу, у меня сердце разрывается, смотреть, как у моего друга нет детей. И он начинает плакать, говорит, давайте за него все вместе помолимся, сегодня такой день. И он такой молится, плачет и говорит Всевышнему, слушай, говорит, я тебя прошу, дай ему ребенка. Если, говорит, если для этого нужно, чтобы я умер, так пускай я умру, только дай ему ребенка. Вот так вот он говорит, представляете. Значит, тишина, прям вот так, все пьяные, пьяные, но тут он говорит, или пусть я умру, дай ему до следующего пурим ребенка, или пусть я умру. Этот, у которого нет детей, начинает рыдать просто, да, потому что он как бы готов, вот у него такая любовь к ближнему, этого второго, у которого девять детей, что он готов, значит, умереть только, чтобы у того был ребенок. Значит, тишина, все там плачут, рыдают, опять потом начинают радоваться. В общем, такой был момент именно эмоционального взрыва такого, да. Значит, на следующий день, естественно, выходит алкоголь, все возвращается на груди своя, и, значит, такая ситуация, ну вот, я запомнил очень сильно этот вопрос. Тот Равин, у которого не было детей, он жил рядом со мной в одном подъезде в соседней двери. Проходит пять месяцев, забегает его жена, и прям к моей жене кричит, я беременна, все, я беременна. И ровно через девять месяцев после Пурима она рожает дочку. А через двенадцать месяцев наступает второй Пурим. И я приезжаю к тому Равину, который готов был умереть, чтобы у того был ребенок, я к нему приезжаю, привожу ему там на Пурим подарок, вот как раз Мишло Ахманод, и ему говорю, его зовут Рав Эли, я говорю, Рав Эли, значит, я говорю, вот у меня к вам один вопрос, говорю, а вы в тот момент, вот, когда вы протрезвели, вы боялись? Он говорит, я, говорит, очень боялся, вот честно, говорит, я боялся, но уже, как я сказал, сказал. В общем, он говорит, я пока не узнал, что будет ребенок, я, говорит, очень боялся. В общем, друзья, вот такой вот скоро наступает день. Мы видим здесь, завтра мы разберем десятая глава и причины, почему, как это все произошло, что мы из этого учим, как это все работает. Завтра нам осталась десятая глава, она очень коротенькая, и мы успеем много обсудить, какие уроки мы можем изучить из этой истории, и как использовать это в своей жизни, и как праздновать праздник Пурим. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня, божественного благословения, чудес. И я вот хочу сказать, что если человек кричит и плачет от благодарности, ему потом не надо будет кричать от проблем. И если человек, он каждый день Всевышнего так ему молится, спасибо, 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 так потом ему не придется говорить в какой-то момент, ой, спаси меня, дай мне, дай мне. Все, удачи, всем успехов. Еще раз я очень желаю, чтобы перевернулось сегодня в лучшую сторону для Цви Гирш Бен Волька, и чтобы то зло, которое задумали против него, чтобы оно на них же и повернулось. А лучше, чтобы вообще не было зла, чтобы все было хорошо, все помирились, был мир, дружба, счастье, любовь, соединение. А злодеи пускай поубивают друг друга, если ему хочется убивать, пускай убивают друг друга или исправляются. Или убивают друг друга, или исправляются. Все, всем пока, удачи, успехов, хорошего дня.